Великой Отечественной войны 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 тобой. Ты ведь Родину защищал. Спасибо тебе и советским солдатам за мирное небо над головой и свободную страну. О бульсах войны я узнал из дедушки и мамы, а также из литературы и истории в школе. Я даже представить не могу, как ты смог пережить все это. Сегодня осталось мало участников Великой Отечественной войны. Каждый год 9 мая мы празднуем Великую Победу и с семьей ходим на стелл к вечному огню, где возлагаем цветы. Это самый светлый и радостный праздник для нас. В этот день люди радуются и плачут. Дорогой мой прадедушка, как бы мне хотелось с тобой встретиться, рассказать о нашей жизни, обнять тебя, сказать, как мы тобой гордимся и помним. Студентка 11 группы Дядечка Софья. Здравствуй, дорогой прадедушка, участник Великой Отечественной войны Артем Прохорович. Пишет тебе твою правдочку, Софья. Ты меня никогда не видел и не знаешь, зато я знаю от тебя много. Обращаюсь к тебе, чтобы передать слова огромной благодарности за то, что ваше поколение совершило для нас. Вы жертвовали ради нас своим собственным здоровьем и жизнью. Освободили не только нашу страну, но и весь мир от ужасного фашизма. Благодаря вашему героизму, у нас мирное небо над головой. Нигра хочет залпы снарядов, не летят пулю. Нет такой семьи в Казахстане, которая не помнила бы и не проявляла бы уважение к героям Великой Отечественной войны. Хотя она была и давно, но в наших сердцах всегда останется память о Великой Победе. Большое спасибо тебе за наше беззаботное детство. Твоя правнучка, Софья. Анна Марьев Артем, студент 11-й группы. Здравствуйте, Вера Алексеевна. Это я, ваш правнук Артем. К сожалению, я о вас совсем не помню, и у меня в голове крутятся лишь рассказы родителей о том, как вы нянчили меня в моем детстве. Я думаю, вы очень замечательный человек. Вера Алексеевна во время Великой Отечественной войны работала в тылу на заводе, всячески помогая нашим. Я даже представить не могу, как вам в тот момент было страшно. Я очень сожалею, что так и не запомнил вас. Не помню, как вы выглядите. Вы хорошо помогали, ведь у нас дома лежит ваша медаль за отвагу. Я бы хотел посвятить вам стихотворение малоизвестного автора Болтачева. Спасибо вам, дружи не в тыла. Название описывает стихотворение. Я очень благодарен вам и остальным за то, что сейчас я живу спокойно и под голубым небом. Студент 11 группы Касангалиев Данил. Здравствуй, Анатолий Иванович. Тебе пишет твой правонарь Данила. Мне очень жаль, что я лично ничего о тебе не знаю, так как ты погиб до моего рождения. Я пишу тебе, чтобы спросить, как у тебя дела, хорошо ли ты себя чувствуешь, как дела на фронте. Я много узнал про тебя от бабушки. Она рассказывала, что ты вместе с своим отрядом сражался и освобождал от немцев почти все города и села по всему СССР, после чего дошел до Берлина, а после войны вернулся, хоть и раненым, в ногу, но все же героем. Также бабушка рассказала, что ты вместе с своим отрядом были награждены медалью за отвагу и медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Я очень горжусь, что у меня был такой прадед, как ты. Спасибо тебе за все. Спасибо за победу. Я Крутоэльский Роман, студент 15-й группы. Мои прабабушки и прадедушки были простыми людьми. Я восхищаюсь ими. Простые люди – большие подвиги. Такими простыми людьми, как они завоеваны на Великой Победу. Низким поклон от меня, от всех нас и благодарность от будущих поколений. Не случайно говоря, пока мы помним, будем жить. Здравствуй, мой дорогой, мне известный прадедушка, Владимир Лукьянович Крутоэльский. Ты совсем не знаешь меня, а я, напротив, знаю о тебе очень много. Я твой правный Крутоэльский Роман. Мне многое о тебе рассказывают, и я решу поговорить с тобой, поделиться мыслями, поведать то, чего ты не знал. В нашей квартире хоронится немало различных фотографий военной поры, на которых впечатлен ты. Смотрю я на них и восхищаюсь тобой, какой же ты на них жизнерадостный, в центре друзей. В центре друзей. А как лисует тебе эта военная форма, пуражки и китель? Смотрю на тебя и думаю, что жил ты в полную силу, ценил даже самые маленькие радости, подаренные судьбой. И ты так часто встречался лицом к смерти. Жиль бы тебе дорадовался, но война оборвала все радости. Ты не любил рассказывать о войне, но кое-что запомнил за рассказы бабушки. Мой прадед, сержант Владимир Лукьянович Кутовецкий. Награжден медалью за победу в Германии в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах. Медалью за оборону Сталинграда. Указан Президиумом Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года. Медали вручены 22 февраля 1964 года Ягодинским Рейвенкоматом Магаданского области. Я хочу побывать в Волгограде, поклониться тем местам, где когда-то молодой сержант Владимир Лукьянович Кутовецкий сражался ради жизни и зимы. Своё письмо я бы хотел закончить словами призыва Рождественского. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какое ценное завоёвано счастье. Пожалуйста, помните. Дорогой прадедушка, а именно Абдул Михаил. Я хочу написать тебе письмо, хоть и не видел тебя никогда, но зато знаком с тобой по рассказу бабушки. Она многое о тебе рассказывала, каким ты был храбрым и бесстрашным. Отдал свою жизнь ради спасения товарищей. Мне бы хотелось передать тебе и всем солдатам и бабушкам против фашистов. Огромное спасибо. За всём. За то, что вы опасно добивались свободы Родины. За голубое и чистое небо над головой. Мы бесстрашно сражались за мир на реках. Меркулов Кирилл, студент из 11 группы. Здравствуй, мой дорогой прадедушка Аркадий. Пишет тебе праунт 2022 года. Я хочу поблагодарить тебя за мирное небо, за счастливое детство и за то, что вы спасли мир от фашизма. Всё, что известно о тебе, бережно хранится в нашей семье. Я знаю, что ты пошёл на войну со всем молодым, как тебе исполнилось всего 26 лет. Ты мужественно ушёл на Карельский фронт, ты защищал нас и свою Родину и получил ранение в левую ногу. Затем, находясь в окружении 2-го взвода, 4-й стрелковой роты 997-го полка был пленен противниками на поле боя. Ты находился в плену Финляндии 2 года и с честью выдержал все эти муки и вернулся домой. Ты был награждён медалью за отвагу. Хочу сказать, что я безгранично горжусь тобой, твой правнук Меркула Кирилл. Редактор субтитров А.Семкин